Ноябрь Мы конем вороным, мы возводим мосты между невидимыми берегами, и чтоб снова вернуться, навеки уходим по ним. Я стоял на мосту, где гуляла по рельсам поземка, где, трудясь до утра, не остыли еще трактора, где под звуки оркестра, звучащего сипло и громко, к ленте розовой шли два судьбой нареченных Петра. Ребра старой плотины вздыхали тревожно и глухо, в косатур ударяясь, молчал обессиленный Ай, затаясь до весны, ворковала в камнях громотуха, и на стыках гремел, разрезая поземку трамвай. И сказал первый Петр, за работу спасибо, ребята, есть еще на Руси нашей славы былой острова. И, смущаясь, ответил второй, обнимаяся брата, да, мы сделали это. С трудом подбирал он слова. Жизнью он расплатился за эту нелегкую стройку, где слова ни к чему и не надо награды за труд. Первый лихо ударил шимпанским в бетонную стойку, и оно взорвалось над мостом, как прощальный салют. «Быть мосту на века», — повторяли строители хором, и, как прадеды их, что знавали одни топоры, осветили его и назвали по праву Петровым, не делявящей славой меж первым Петром и вторым. Ребра старой плотины вздыхали тревожно и глухо, в косоту рударяясь, молчала бессиленный альп, затаясь до весны, ворковала в камнях громотуха, и ушел на вокзал громыхая последний трамвай. Горзлоты и врата осветились холодной лугой, заводская труба угасала огарком свечи, Но осколки стекла на снегу, как зеленая хвоя, долго-долго мерцали в безмолвной и звездной ночи. Вновь наступит ноябрь, и покроются горы снегами, и апрель полноводный промчится конем вороным. Мы возводим мосты меж невидимыми берегами, и чтоб снова вернуться, навеки уходим по ним.